Сегодня я хочу поговорить с вами о самой длинной суре Корана. Какая же это сура, братья? Конечно же, вторая сура в Коране. Сколько в этой суре аятов? 286. В одном из аятов этой суры говорится, «Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины». Слово «середина» на арабском будет «уасат». Вам не обязательно это знать, но суть в том, что слово «середина» встречается в этом аяте. Теперь такой вопрос. Коран был ниспослан пророку в письменном виде или в устном? В устном виде. Также Коран не был ниспослан целиком за один раз. Откровение приходило пророку около десяти лет. И пока эта сура ниспосылалась по частям, другие суры тоже ниспосылались постепенно. А посланник Аллаха разъяснял своим сподвижникам, к какой суре относится какой аят. И когда ниспослание суры Аль-Бахра закончилось, то он состоял из двухсот восьмидесяти шести аятов. Теперь послушайте внимательно. В сто сорок третьем аяте этой суры Всевышний говорит «Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины». Сколько было аятов в суре Баккары? Двести восемьдесят шесть. В каком аяте Аллах называет нас серединной общиной? В сто сорок третьем аяте. В самой середине суры. Я бы понял, если откровения ниспосылались письменно и этот аят специально разместили посередине этой суры. Но в момент ниспослания не было нумерации аятов. И не было разговоров типа «эта сура состоит из двухсот восьмидесяти шести аятов, а та из трёх» или «ты читал тридцатый джуз?» Они просто знали всё наизусть и читали из памяти. Им не была нужна нумерация. Нумерация появилась только после того, когда Коран собрали в одну единую книгу. А это произошло намного позже. Это только один пример из священного Корана. Да сделает Аллах нас из числа тех, кто читает и размышляет над его прекрасными аятами, ведёт нас прямым путём и дарует нам благословение покинуть этот мир в исламе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok